Так, очередная запись. Мы имеем правый полукорпус. И как мы здесь видим, вот присутствует трещина. Здесь, здесь, следующий резонатор. Отвалился кусочек уже. Опа-на, вот такие вот дела. Не, ну что, пластилин тоже спасает. Да, здесь вообще вот первый, второй, третий, четвертый и пятый, шестой. И далее. Ну, примерно и с этой стороны, если рассмотреть, вот, пожалуйста. И до такой степени, что вибрация выталкивает гвоздики, которыми прихвачено, чтобы потом залить мастикой. Вот такие пироги. То же самое, то же самое, то же самое. Вот это вот в правой. Ну и надо предполагать, что если у нас здесь пересохшая старая мастика на резонаторах, то мастика, которая будет... Вот у нас басовая часть снятая, чтобы было полегче смотреть. Вот с той стороны клапану внутри, по лайку видно. А вот то, что стояло. Секундочку. Вот резонатор, который идёт аккордовая, так называемая, мажора, минора. Планка вывалилась просто и гвоздик не помог. Вот здесь на грани, как видно. Пожалуйста. Вот второй, третий, четвёртый, пятый, но практически подряд. При этом, ну, первое отсюда, второе отсюда. Вот гвоздики уже видно, да? Никто не цеплял, не предполагает им заниматься. Вот такими делами. Вот. Ну, а так как вибрация идёт, как бы, верхняя часть голоса, естественно, колеблется, то больше идёт верхняя. Вот, видите, прижимая, вот, вот трещинка сам колеблется. И во время, естественно, звучания при колебании голоса, как колеблется, вся пластина и даёт при звуке. Это у нас, значит, аккордовый резонатор. И вот у нас резонатор, так называемый, басовый. То есть, вот, он состоит из четырёх, скажем так, частей. Раз, два, ну, четырёхоктавный. Три, четыре. Ну, плюс здесь вот ещё загнутая лайка, которая обычно, ну, практически, 80% басовых резонаторов имеет край, вот крайняя, так сказать, крайняя часть такой лайки. Потому что здесь очень близко мех, барины меха, и они попадают и заламываются, короче говоря, мехом. Так вот, я продолжу мысль. Предполагаю, что заливалось и возраст мастики здесь, и мастики на резонаторах правого полукорпуса одинаковый. Вот. Ну, можно сказать, что на таком же точно состоянии по возрасту. Слышите, да? И вот так. Так вот коллекция вся пластина. Ну, так как сверху возиком прижата, значит, снизу уже отошло. Вот, это проблема. Вот. Значит, что я могу сказать? Вот это вот я поставлю, чтоб это нормально играло. А всё остальное останется, как говорится, под большим вопросом. Ну, и как я уже говорил в первом видео, это основная проблема данного инструмента. И вообще всех язычковых старых инструментов, а они сейчас 95% на руках старые, и очень из, наверное, из, не знаю, 20-30, может быть, попадётся один новый. Потому что стоимость несопоставимого нового инструмента. Это где-то порядка, наверное, от 30 тысяч, самые простенькие модели, и дальше до 50-60 тысяч. И это очень редко кто покупает. В том числе и музыкальные школы. Но там берут подороже чуть-чуть, потому что они более качественные. Вот. Вот такие дела. Не могу точно сказать. Как-то меня вот смущает вариант заливки. Ну, да нет. Просто бывает так, что когда такая проблема появляется инструментов, самый, как говорится, ну, простой вариант, или один из вариантов, кроме пластилина, проходит чем-то горячим, паяльником, каким-то разогретым предметом или что-то такое. Мастика разогревается и прихватывает края, и как бы можно предположить, что это ещё будет работать. Но фактически это не работает. Почему? Потому что при нагревании старая мастика становится ещё более ломкой. Ой, господи. И крошится в труху. А на этот в труху крошится. Вот. Легче всего попробовать показать там вот, где... где у нас всё равно будет очищаться. Видите, да? Вот. Вот так. Должна быть такая довольно-таки тугая вязкость, которая будет держать пластины по всему периметру. Вот. Резонаторы часто бывают поведённые. То есть из-за того, что камеры, в общем-то, состоят из нескольких частей. Вот. Воздушные. То есть сам резонатор, ну, вверх, вниз. Здесь вот как бы вклеенные перегородки. Бывают более толстые, где-то более тонкие. И если вдруг где-то влажность, то их ведёт. Обычно выгинают. И они как бы вот здесь вот в начале, где прижимаются, здесь концы, где прижимаются, имеют, ну, как бы сказать, одну высоту прилегания. Вот. А середина обычно, ну, чаще, 90%, именно вверх поднимается, да. Бывает расходится по швам. То есть не просто выгибается, но не выдерживает. Клей расходится. То есть вот эти составные части, они начинаются расходиться. Ну, если это приемлемо для склейки и исправления, то это делается. Если нет, ну, выбросить такой тогда инструмент. Вот. Без скрытия определить очень сложно. Вот. Это может быть сказаться на компрессии, ну, в закрытом состоянии. А время игры. Потому что будет тратиться воздух лишний. Вот. Вот такое отсутствие планки. Это просто будет шипение. Ну, здесь один голос будет играть. Но в любом случае будет присутствовать, так сказать, поток воздуха. Шум, который проходит здесь при открытии клапана на деке. Вот. Ну, видимо, всё. Всё, да. Продолжение следует...